Привет, с вами я, Александр Малков, и у нас Mavic Mini, тот, который вышел буквально вчера. Давайте пройдемся по интересным моментам этого коптера. Во-первых, это 249 грамм веса, что, в общем-то, суперкруто. Это самый легкий дрон. Он пришел на замену Spark. Камера 2,7K, в общем-то, 4K особо-то и не нужна для любительских целей. Это идеальный дрон для того, чтобы научиться летать, если вы новичок, либо, если вы профессионал, чтобы взять его вторым дроном, потому что запаска никогда не бывает лишним. Очень важный момент — это его аккумулятор. Летает он 30 минут, и, ну, это прям супер. Это реально круто, потому что второй Mavic летает 30 минут, а все, что они выпускали до этого маленькое, летало мало времени. Этот летает прям очень много, если на большой батарейке, маленькая батарейка для Японии, но это уже отдельная история. Идем дальше. Фотографии делает в JPEG в разрешении, в общем-то, 4K, 4х3 тысячи пикселей, но тут RAV особо и не нужен. Это такой любительский дрон, он как раз для того, чтобы научиться летать, либо взять его вторым. Он абсолютно безопасен, потому что у него есть защита. Защита бронирует его вообще со всех сторон. Сейчас я вам ее покажу чуть попозже. Можно летать по комнате, можно летать рядом с детьми, котами, чем угодно. Она абсолютно делает его неубиваемым. Можно врезаться в потолок, в стену, он переворачивается, падает, ничего ему не будет. Суперштука. Идем дальше. Камера. В отличие от Spark, теперь камера на трехосевом подвесе. И это дает ему преимущество в съемке. Ваши видео будут выглядеть гораздо круче, чем те, которые вы могли бы снять на Spark. Потому что камера компенсирует не только вот это движение и вот это. Она еще и компенсирует повороты. Потому что, естественно, если вы новичок и у вас нет суперскилла, повороты у нас по первости будут довольно резкие. Подвес все компенсирует и видео у вас получится суперски. Идем дальше. Вот та самая защита, про которую я рассказывал. Она бронирует коптер со всех сторон. То есть обычная защита это такие дуги по бокам. А здесь можно его хватать хоть сверху и снизу одновременно. Он может биться о пол, потолок, стены и ничего ему не будет. Ну, естественно, в разумных пределах. Идем дальше. Летает эта штука на 2 километра. Вот этот маленький коптер. 2 километра. Серьезно. И мне будет страшно, наверное, первые разы, по крайней мере, отпускать его на такую дистанцию. Но обещают, что он будет бороться с ветром аж 8 метров в секунду. Что довольно прилично для такого малыша. И самое интересное это Flymo Combo. Во Flymo Combo есть вот такая офигенная зарядка для трех батареек, которую вы можете подключить просто к пауэрбанку и заряжать батарейки прямо у себя в рюкзаке. А если у вас сел телефон, например, и вы хотите его зарядить, и у вас есть заряженные батарейки, вы просто вставляете сюда батареечку, вставляете телефон и заряжаете свой телефон как от пауэрбанка. В принципе, да. Дальше идем. Также в Flymo Combo есть нормальная зарядка. Она выдает 12 вольт и полтора ампера, ну либо меньшее напряжение, если меньшее необходимо. И может заряжать как эти батарейки, так и пульт, так и коптер. Везде зарядка по microUSB, что, в общем-то, довольно удобно. Еще во Flymo Combo есть вот такой отличный кейс, куда помещается сам квадрокоптер, пульт и та самая зарядка на три батарейки. В принципе, больше вам ничего и не потребуется. Ну и, естественно, пульт, он идет и во Flymo Combo, и в обычной комплектации Mavic, когда у вас есть только квадрокоптер и пульт. Но я бы все-таки рекомендовал брать Flymo, потому что оно всего на 7 тысяч дороже, а вы получаете и батареечки, и сумку, чтобы его можно было безопасно и удобно транспортировать в вашем рюкзаке. И защиту, чтобы вы могли пугать кота, летая дома и оставляя квадрокоптер в полной безопасности. Что же для нас готовит DJI в самом недалеком будущем? Это дополнительные аксессуары к Mavic. Ну, во-первых, это маленькая сумка, хорошенькая, красивенькая, в которую влезает не только Mavic и Hub, но и все, что вам нужно. Во-вторых, это наклейки, которые помогут вам выразить свою индивидуальность и сделать квадрокоптер не похожим на остальные. Ну и фломастеры, чтобы вы могли на этих наклейках рисовать. Очень классная идея, между прочим. Дальше у нас идет красивая стеклянная колба, которая будет являться предметом вашего интерьера и гордостью перед друзьями, которые придут к вам в гости. Кроме того, вы сможете заряжать квадрокоптер прямо в ней. Ну и последняя фишка, это держатель пропеллеров, который позволит кидать Mavic прямо в сумку, не заботясь о том, что пропеллеры поломаются. Теперь они будут надежно зафиксированы. Примеры того, как фотографирует Mavic, вы можете посмотреть под видео по ссылочке. Ну а то, как он снимает видео, вы видите прямо сейчас. И я считаю, что это вообще неплохо для такого маленького коптера. Итак, подведем итог. Mavic Mini. Легкий, 249 грамм. Очень компактный, влезает практически в любую сумку. Летает далеко, складывается хорошо. Ну то есть, это практически идеальный маленький дрон для первого такого коптера, либо если у вас есть большой дрон, как запасной дрон. Ну и он очень хорошо подходит для обучения, потому что у него есть защита, и вы его гарантированно не убьете. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. А это самый маленький подводный дрон, рядом с самым маленьким летающим дроном. В следующем видео. Ну что ж, с вами был Александр Малков, Коптер Тайм. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик, ну вы сами знаете все, что делать. Если вам интересны какие-то более тонкие подробности про коптер, пишите в комментариях, обязательно вам ответим. Ну и идеи для следующих видео. Какие вы хотите тесты, может быть его нужно там, ну разбить, утопить, не знаю, что там еще делают с ним. Можем поснимать в темноте, можем поснимать таймлапсы, можем попробовать завесить его на время, например, со Spark или с Mavic Air. Решать вам, пишите в комментариях, кто наберет больше всего лайков к своему комментарию. Я думаю, что такой видосик мы и выпустим следующим. Субтитры сделал DimaTorzok